Виктория, ты в эфирном пространстве? Да. Что ты видишь? Вижу вот так руки по локти. А кто-то вот так из сектора магии их как будто обмотал. Так цокнуло. А эти светлые такие руки вот так ушли в сектор интерферентов. Вижу, я подумала, чьи это руки, и вижу Олю. Ее руки вот такие полненькие, как на физике. Угу. Так, ну хорошо. Давай по правилам. Отсоединись, Виктория, от всех и всего. Поднимайся повыше. А, даже кто-то вот это в магии сказал, ты ничего не увидишь. А я ответила, все увижу. Угу. Да. Хорошо, Виктория. На счет три. Найди эфирную пространство, эфирное тело, Оля. Один, два, три. Так, я ее вижу. Выглядит как энергосфера с этой стороны, с правой. Как вытянута, как будто бы кто-то зацепил и потянул, что образовался такой треугольник в секторе интерферентов. Вот так потянул. Вот. Что-то еще? И там вот это, это треугольник, эта энергия, она такая плотная и черная. И здесь, с левой стороны, как энергосфера, вижу такая, считывается, стеклянная. Это, когда я трогаю, это что-то чужое. Как стекло. А с этой стороны, этот черный тоже принадлежит к сектору магии. Это треугольник черный. Он вообще-то, знаешь, как кулек такой, как будто бы сделала такой вихрь, знаешь. Внутри энергосфера Оли, внутри этого, с правой стороны дрожит. Такие волны идут. А когда я вот смотрю на этот объект с левой стороны, что типа блестит, ну, не блестит, оно как-то твердое такое, там считывается, приняла ее за себя. И тоже подключка в сектор магии. Хорошо, Виктория, разберемся. Да, да. Позови эфирное тело Ольги. Позови эфирное ДНК, она ли это? Да, она здесь, она говорит, я здесь. Спроси у нее разрешение потрудиться с ней для нее. Почему-то руки снова вижу, и она берет ручку, что-то пишет. Сейчас я еще раз спрашиваю, дает ли она разрешение поработать с ней или... Да, дает. Спроси у нее, что она пишет. Она говорит контракт. Договор о сотрудничестве. С кем? В Тфилис. В секторе магии она находится. А когда Ольга подписывает этот контракт, когда это было? Что происходило? Происходит в секторе на плане так, слышу голос, ты это я, а я это ты. Хорошо. В секторе магии кто есть это? Филис приказывает проявить согласно ее физической ДНК. Вышло, знаешь, как в мультике вот эти бабки-юшки с такими прическами. Вот такая вот кудлатая какая-то голова вытаскивается. Приказывай голове этой, кто это, хозяин этой головы приказывает отвечать. Кто она такая... Она взяла эту голову себе на левую руку, положила. Такая большая кудлатая голова. И начинает магичить на меня. И говорит мне, ты это я, а я это ты. Я ей приказываю замолчать. И закрыла ее в такой куб. И она начинает так сверху, как рукой, искать выход. У нее такая подключка в сектор интерферентов черные. Я ей приказываю замолчать, забрать воздействие, применить к ней же. Так, хорошо. Что она делает в пространстве Оли? Приказываю ей отвечать истину. Я вижу, что у Оли появляются в глазах такие, как чужие глаза, черные маленькие. А между бровей, как и звучит, вижу треугольничек. И в этом треугольничке вот этот такой, как египетский глаз. С такими штучками. Три глаза. И вот это идет ты, это я, а я это ты. А когда я посмотрела на нее, то у нее где, между бровями, сияет сияние такое. Я вижу там лицо Оли. Что это у нее там сияет? Что это за энергия, Оля? Она считывается как подлинный разум. Понятно. Давай посмотрим, когда Оля отдала этой Филлице этот глаз. То есть это энергию ее, частичка души. Что это было за ее решение? Я слышу, что из сектора магии идет такая полоса черная и говорит, мы полетим с тобой на небеса. Так, что в этот момент происходит с Ольгой? Что она чувствует, думает? Снова я слышу этот, как защелка какая-то. Так, щелк. Что это произошло, что это за щелка? Вижу, что в этот момент Оля как будто бы погрузилась в такой шар черный. Энергия в этом шаре, она вот так как бы идет обоюдное такое движение. Оля как бы просто натягивает на себя этот черный шар. Это энергия, которая из сектора интерферента ведет. Сама через, как бы внутри, просачивается и уходит в сектор интерферента. И я слышу взаимное замещение. И вот это постоянно ее. Ты это я, я это ты. Давай посмотрим, что в этот момент, когда произошла эта защелка. Что на физике происходило с Олей? Я предлагаю пойти другим путем, потому что очень мешают помехи силам. Я предлагаю пойти просто. Вот был такой случай. Вот, то есть разбирать по аспектам, чтобы не блуждать и не отбиваться от этих атак. Хорошо, давай пройдемся по аспектам. Вот этот случай с Филлис. Ольга говорила, что по телефону погружались в астральные пространства. И в какой-то момент она ощутила, что в левое ухо вошла струя энергии. Давай посмотрим, что произошло в этот момент. Вижу, как это Филлис вот так сделала. Филлис. Досада. Угу. Говорит, разгадала мой план. И орет. Я же тебе дала его поносить. Вот этот треугольник между глаз. Филлис. И я вижу, что проявляется такой треугольник, который идет от Филлис. Он просто вот так движется в угрожающую сторону Оли. Оля вот так назад, туда-сюда. А он просто прет вот так на нее. Этот черный треугольник. И подключки. Идет одна подключка в сектор магии, другая в сектор интерферентов. А третья, как бы из седьмой чакры, какая-то извилистая, как спираль, блуждающая. Вот так. Сейчас я посмотрю. Какому-то объекту во внешнем пространстве. Какой-то блестящий. Так, я его примораживаю. Останавливаю. А то он увиливает. Он вот так лавирует, чтобы убежать от моего внимания. Я приказываю ему заморозиться. Встань. Остановиться. Какую-то сделала. Так. Оно считывается, как шарап. Шарап. Ну, по-английски это как закрою. Молчать. Молчать. Замолчать. Что это за объект? Энергетический, как он считывается? Каковы свойства? Ну, оно считывается, в общем, это как шарап. Замолчать. Я слышу, так же смотрю, принять чужое. Принять давление. То есть это вот, что проявилось на физике. Оля сказала, ну, как-то неудобно отказать. То есть это... Ну, не имеет значения, то есть... То есть здесь какие-то типа рамки приличия, неудобно отказать, неудобно отстоять свои права. А удобно быть готовой, удобной для того, чтобы удобнее было этим колдунам орудовать в пространстве. Понятно. Так. Что вот это шарап, вот эта энергия, какой она имеет вид на физическом плане? Привязана ли она к какому-то предмету? Нет, она не к предмету привязана. Она... Вот этот, он как какой-то такой корявый диск. Как будто бы серебряный какой-то, живой. А от него такие тоже идут. Он как паук считывается. От него идут такие вот тоже полосы. Все уходит в нижнее пространство. Я слышу, что это исторический догмат. А почему исторический? Там какой-то договор. Давай посмотрим, что это за договор. Так, кто-то сидит в каком-то накидка какая-то, считывается как какая-то царственная особа. Что такое? Печать ставит. Так, что это за особа? Спроси ее, как ее зовут. Вижу, что это особа в красном этом плаще снимает такую какую-то шапку из головы, как тиару. Раздвоенная вот так. А это находится вот в секторе. Да. Сейчас я спрошу, кто он. Мы приказываем отвечать, кто он такой. Он говорит, что он царь всех царей. Сидит на троне. Вижу, у него трон есть. И у него на голове вот эта тиара. То есть получается шестая и седьмая чакры в виде этой тиары. И вот сверху такая, как будто поставлена корона, которая как руки две. Одна из сектора магии, другая из сектора интерферентов. Черную корону держит. И я смотрю, он хочет закрыться вот так. И я вижу такой большой черный крест на груди и на таком... Как бы эти... Цепочка как бусы. Так, кто он такой? Приказываем отвечать, как мы его знаем. Какой-то Август Иннокентий. Папа Римский? Да. Папа Римский. Так. И что это он там, печать ставит? Что он делает? Приказываем отвечать. Я вижу... Я слышу, что к нему привели девственницу. И вижу, что привели девушку, которой вот так руки спереди связаны. А когда я смотрю, она считывается как сияющий свет. Она очень подавлена, но вся эта сияет. Кто эта девушка, считай, ее эфирная ДНК, кто она? Так, это Оля. Так, что происходит дальше? Он ее берет в наложнице. Вот так звучит. И слышу, я вот так поимел и отдал другому. Он ее включил в какую-то карусель. И я вижу, что... Так, а какой контракт? Посмотрим, почему Оля в таком ситуацию попала. Я вижу, что она на колени упала и плачет. Просит, помогите мне. То есть она вообще, по-моему, не понимает, зачем ее туда привели. Когда я смотрю, я слышу девственницы. Так. И вижу, что... Она плачет. Она... Плачет и говорит, помилуйте меня. И она слезами просто руки умывает этому. Папе, Иннокентий этому. Да, этому Иннокентий. И она постоянно, вот это идет, помилуйте меня, помилуйте меня. Я вижу, что это какое-то вообще групповое изнасилование. Какой-то ритуал шуткий. На что согласилась, Оля? А он говорит, ты должна выполнить три условия. Какие? И берет такой крест, говорит, Бог выбрал тебя с таким пафосом, и этим крестом ей колбу. И она этому распятому Иисусу целует ноги. Типа, крестится, целует ноги. И вот это идет постоянно. Религиозный фанатизм. И отток критического мышления. Я слышу вот так, это критический отток. И вижу, что у нее в пространстве образуется вот этот треугольник, где третий глаз. Я слышу, что приняла три условия. А три условия. Это вот эта матрица, вот эта троица. Между прочим, все программы жертвы, они имеют троицу, то есть три. Насильник, жертва и свидетель. Ну да, там наблюдатель, свидетель и так далее. То есть вот в основе этого, что лежит. Это их не троица. А в чем ее обвиняют? Почему ее привели к нему? Ее ни в чем не обвиняют. Ее привели, я слышу, для распусты. Распустить. Ну, в украинском языке распуста, это как по-русски. Распустите. Но еще в украинском языке распустите, это, например, связанный свитер. Распустите. Это как? Да. Ну, конечно, что-то есть словом по миру. Ну, вот так вот распустить, то есть вот так. Ну, идет вот это, как распустить вот эту целостность. Хорошо. Так, а спросил ли, почему она пошла, позволила, чтобы ее вели к этому папе Иннокентию? Ну, она верила ему. Тут ключевой момент происходит именно тогда, когда она вот падает на колени и просит пощады. А в секторе магии стоят, ого, такие фигуры. Но я только теперь обратила внимание, как только посмотрела, сразу услышала, Филлис. Это Филлис, кем она была в том воплощении? Какая-то чернуха. В каком-то черном, черной одежде, и у нее такая голова, эфирно в плане, с такими, какими-то космами. Типа, как гагоны, да. Чернуха, кто-то еще в секторе магии там. Вот это Иннокентий, и еще кто-то. Там, в секторе магии, их несколько стоит. Так. Приказывая им отвечать. То есть, станут по старшинствам, приказывают отвечать, кто есть кто. Потом какой-то Сергей, он так и пишет. Сергей, еще какой-то, который вот так делает. А имя какое-то странное, как-то издалека звучит. А он вот так делает, как будто бы кто-то лежит, а он вот так вот вытягивает из спины энергию. Так, может быть, Танер. Сейчас я вас спрошу. Мы приказываем отвечать, как его зовут, как мы его. Это вы знаете. Он говорит, что он ее массажист. Массажист это Сергей и какой-то там еще был. Я спрашиваю, что он делает. Ну ладно, он стоит. Они все в черных таких одеждах стоят. Но их там еще больше. Кто из них главный? Приказываю главному отвечать, что он делает в пространстве Ольги. Иннокентий главный. Он говорит, что он августейший Иннокентий. И что он царь над царями. И владыка над душами человеческими. Вот это слово. Капуцын. Вот это августейший. Это, по-моему, какой-то титул, насколько я знаю. Ну вот эти по самой главной. Так и что этот Капуцын приказан отвечает, что он делает в пространстве Ольги. Он вот так показывает, как-то не вот так. Он говорит, что он отбирает ее девственность. Я вижу, как от нее уходит такой сияющий треугольник. Но треугольничек уходит, как бы, из нижних чакр. Он таким шариком энергии уходит. Я слышу, потерянная девственность. А потом превращается в такой плоский треугольник. Это превращается в матрицу. Незабываемая матрица. Я слышу позор. Позора. То есть ее украли, привели, изнасиловали и уличили в позоре. То есть и она еще стала виноватой в этом. По их логике. Когда я только на нее посмотрю, я слышу девственница. Им нужна была вот эта энергия девственницы. Чистая энергия. Это творческий потенциал. Вот этот ее. И заклеймили ее позором. И вот он поставил вот это клеймо. И отдал. И это стало этим символом. Шарап. То есть это в основе этого символа. Молчать. Правильно. Потому что, когда стыдно, человек хочет это скрыть. А когда это скрывается, тогда это уходит в глубину. И натягивает на себя другие ситуации, которые тоже хочется скрыть. И это стало как основой этой программы. Их троицы, да? То есть молчать перед лицом зла, перед лицом... А так и слышу капуцина. Орден капуцина. А я слышу зловещий орган. Власти. Зловещий орган власти. Так, какую энергию дала Ольга? Что это значит? Я вижу, они буквально ее насилуют, рот закрывают. И у нее энергия вот так дрожит и уходит. Она боится, что они ее убьют. И поэтому соглашается подсознательно с насильниками быть заодно. Она соглашается отдать... Так и слышу. Честь. Свою честь. А вот это, Филлис, она стоит. И она, я вижу, эту девочку купает. Она ее поставила какую-то мисочку. Это может ритуал какой-то. В мисочку поставила миска. А девушка голенькая, без одежды. Она ее, типа, купает, осматривает, льет воду с кувшином. И в этот момент я вижу, как у этой девушки подключка к копчику. К копчику. Она вот так ползет, как хвост. И такое сцепление. Тух. Зацеплена. Да. А я слышу, сознательный выбор. Именно вот этот сознательный выбор, когда она просила, она доверялась это, ну, как бы верила этому Иннокентию. Иннокентию. Да. И она просила у него пощады, то есть она еще думала, что он ее может защитить. А это же по его приказу ее и привели сюда. И она вдруг увидела вот своим сознанием вот в этой мисочке, она хвать эту Филлис, которая моет ее. И там такая синяя энергия. Это как науки программирования мы говорим. Угу. Ну, я передаю информацию, так и звучит Оле, в том воплощении, а ее решение освободиться от этой четверни. Четверня. Иннокентий, Сергей, вот этот чернуха, вот этих. Угу. Четверня, четыре. Осквернители. Считывается осквернители доблести. Угу. Хорошо. То есть Ольга ее сознанием приказывает этой Филлис, этой чернухе убрать все ее воздействия, то есть применяет на ней же. Я вижу другой, другая ситуация. Она вот там, где вот это руки умывала слезами, да? Угу. И она вдруг видит какое-то кольцо черное на руке у этого Иннокентия. И она смотрит, а там такой треугольник в этом кольце. Ну, еще что-то там, какие-то символы. и она видит этот черный глаз, эту энергию дьявола, глаз дьявола в этом кольце. И она отпрянула вот так. И она говорит, ты разрушитель. Потом говорит, гипноз. А ее еще напоили чем-то из кувшина. и она это выплевывает. И вот эта кружка, которую она показывала, это ступка с пестиком. Вдруг из сектора магии вот так выходит и этим пестиком так крутится, крутится, крутится. А, ее поили, ее маком напоили, растолкали, растолкли, я слышу, маг, зернышки вот эти. Понятно. это уходит. И говорит этому мой Иннокентий, ты враг. Она говорит, ты можешь убить мое тело, взять мое тело, но мой дух всегда со мной. И вот так показывает на сектор первотворца и вижу, как из седьмой чакры вот эта энергия таким шариком, которая ушла, она вот так через седьмую чакру ее как бы вытягивает вверх. Я вижу ту ситуацию, она как будто бы прячется со копной сена, а там эти люди идут в черных этих с такими поясочками. Я вижу, как она взяла и как залезла в сток сена внутрь. Они посмотрели, посмотрели и пошли. Я вижу, что это вот это как она путешествовала с этой Филлис, то вот так эта черная энергия, этот шар ее закрывал, то это как раз было как привязано, притянуло, была подготовка, тот страх, чтобы ее не улечили, не забрали, вот ее притянулось на это. И она говорит, я чисто как слеза. Вот я смотрю на нее, я ей передаю, чтобы она отменила это ее событие. я вижу, она приходит свободная к этому Иннокентию, огромная, ну, я не знаю, огромная, а он такой маленький, маленький, черный сидит на его троне, хватается за эту корону и кричит, что он король, что у него вся власть, она достает своей сияющей рукой, а две руки, они связаны, тот контракт, сейчас я хочу посмотреть, и она вот так, как будто бы, знаешь, так рычит зверь, и я вижу, как она руки вот так раскрывает, а это узелок этот черный, он возвращается к Филлис, я хочу посмотреть, какой контракт именно из Филлис, она дала напоила, она напоила, она приняла отраву, она говорит, она за руки ее хватает, матушка помилуйте меня, она доверяет ей, я вижу, что эти все энергии собираются в тот один символ, вот этот шарап, вот, я не раз от этой ситуации в этот символ уходит, и она вдруг раз и смотрит, и видит, что это все была подготовка, и я вижу, как от этой Филлис идет этот треугольник, а Оля сейчас выходит из него, я ей передаю, что Оля ее рациональная хочет отказаться принимать эту версию, пусть этот треугольник с этими подключками возвращается к этой, и она вот так ей пальцем и кричит шарап, закрой рот, и поднимается как ангел вверх, и я ей передаю, чтобы Оля расторгла все контракты, все соглашения со злом, все контракты подчинения злу, и принимать, пусть она посмотрит, кто есть кто, кто есть друг, а кто есть враг, и она вот так пальцем на всех их, и говорит, они все изнасиловали меня, и говорит, они отдали меня Христу, и показывает этот большой крест с этим типа Иисусом, да, и как ее энергия вот так отделяется и уходит, так как они говорили, что ее жертва нужна Иисусу, то есть какому-то Иисусу жертву, кто такой Иисус, приказываем проявить согласно эфирным Данинка. Вот этот крест, оно звучит идол, а в секторе магии интерферентов находится этот черный объект, как считывается христианский эгрегор, матрица разрушения сознания выглядит как паук и энергии такие сейчас скажу по-паттранински звучит слымак, а по-русски это как такая это улитка вот липкая все такое и внутри это тиара так я на нее смотрю и слышу власть над душами человеческими эгрегор познания зла жертвоприношений хорошо пусть Ольга приказывает всем этому эгрегору всей этой системе забирать все их невоздействия последствия пусть забирает применяет на них же я вижу как уходит эта подключка и черная и красная посмотрела ну черная это насилие магия а что это красная я слышу потеря девственницы генетический код а я слышу генетический код распустницы то есть они ее распустили распустить это еще означает ну распущенная девка как говорят или распущенный человек и я слышу что они ее распустили в этой энергии и вот эта энергия распустой вот этой уходит к ним я передаю Оле чтобы она вернула свою генетическую чистоту я слышу словесный барьер и я вижу она там где подписывала контракт с этим иннокентием она вот так пишет нет вот оно что и я вижу как эта ситуация где ее мыло это чернице она берет эту миску и на голову этой филис вместо того чтобы просить пощаду защищает себя вот хорошо послужила дверью в этот замок и пошла и пошла в сектор миссии я слышу выполнение задач и нитки у нее в руках я спросила что она делает она говорит что распускает матрицу антимира говорит что она распускает матрицу согласия с антимиром говорит что уничтожает быт антимира его приказательную сущность приказывающую наверное приказывающую я ей передаю что она сейчас может распустить весь этот антимир отдать ему карму я вижу как этот треугольник который проявился в начале этот вихрь в виде который зацепил он ее энергия так как отделяется это черная уходит вниз а ее сияющие возвращается к ней и как потянуло за шею такая как трубочка такая прям как шланг сильно потянуло и она так вот раз очнулась она очнулась и говорит вот так на языке семя дьявола и этот горшочек который давала пить это черно с таким глазом фото ром и я вижу как эта энергия которая в начале проявилась как стекло считывалось это как раз вот этот гипноз от этих наркотиков и я вижу как ее сияющая энергия что-то начинает происходить вот делоб такой я ей передаю чтобы а там энергия филикс вот она там как борется в этом вихре и вот эти слова звучат это я я это ты я передаю Оле чтобы она восстановила свою генетическую идентичность свое истинное я вернула свое свою я слышу субстанцию души а все чужеродное все энергии которые принадлежат этим насильникам пусть убирает прочь от себя и излечивает ее божественное чистое пространство ее сознание душу и тело я вижу как она встает из колен и вот эту энергию из черную из нижних чакр вот так удаляет и так с правой стороны пишет какую-то окруженность пишет я слышу восстанавливает код равновесия вот какую-то окружность вот так код равновесия вижу лицо код божественного равновесия независимость суверенность автентичность и в этот момент я вижу как эта тиара у этого иннокентия перевернулась вверх тормашками вверх дном и он очень расстроился он не получил он получил откат я слышу а тогда он не получил девственницу а у них такой был ритуал какой-то посвящение что и оля выходит как огромный ангел с этой ситуации и вижу как у нее изо рта как из трубочки такие как кружочки как каменные так сейчас я посмотрю что я слышу это отказ быть собой отказ быть собой в каждом этом камешке отказ быть собой то есть отказ от себя когда мы соглашаемся с насильником с врагом уничтожать себя вот тогда вот это происходит она это отдает все возвращает я вижу как она эту копыт сусина то есть это копну сено переворачивает вот там где она спряталась и тоже это отдает и в этот момент этот символ этот эгрегор шарап разорвался полетел вниз я передаю Оле чтобы она уничтожила все крючки и зацепки этого эгрегора и уничтожила в ее живом пространстве этот эгрегор христианства этого лживого христианства и я вижу она берет вот этот какой-то купол под которым сидела этот иннокентий и вот так его переворачивает вверх дном оно так и звучит вверх дном так и уходит огромная развязывает руки и сначала были черные такие нити а сейчас эти веревки как стеклянные и она кому-то очень громко говорит из сектора магии кто-то приказывает проявиться кто в секторе магии какая-то летательница сейчас а вот это вот лохматая летательница в астрале типа бабка-ёшка наступе понятно когда они летают мапа клоун к этой горе то есть к этому дьяволу потому что астрал это мир этих негативных программ это мир насыщенный этими духами потому что программы эти всеобразные живые это духи вот они там и там где заключили договора там и летает так я передаю оле чтобы она очистила все ее пространство и я вижу как она посмотрела вверх из седьмой чакры вот такой как треугольник такой отдает ей и говорит я это я ты это ты и поясница какая-то бирюзового цвета подключка еле заметно ну толстая вот так идет как-то волной заходит сектор интерферентов какое-то падла что это за падла я слышу падла это инокентий который лежит в гробу запечатанный а он там запечатанный потому что его там ритуалом христианским запечатали когда он умер я вижу что он пьет он стал как я слышу вопиющее зло и он пьет я слышу молоко девственниц это в эфирном пространстве происходит отток да и слышу карусель карусель событий то есть вот эти вампиры своими ритуалами они запустили вот эту карусель событий а все эти маги колдуны эзотерики астрологи поддерживают эту карусель чтобы человек следовал этим предписаниям матрицы чтобы попал в нужное место в нужное время чтобы цикл возобновить цикл тех же событий на более тонком уровне и так идет поглощение постепенное поглощение всей души человеческой виктория если хочет пусть Ольга передаст вот этот эгрегор ее опыт вот этим жертвам насильников этим чтобы они тоже могли отказываться я слышу у него там прям гарем целый что к нему приводили девственницы их много много все вот так связанные руки в эфирном плане вот и они все выходят и он вот этот иннокентий рассыпался вот это падла оно рассыпалось как прах а девушки вышли и я вижу как они выходят и отцепляют эти подключки от нижних чакр и поют песни такие поют я слышу что это возвращение гармонии и они благодарят олю отлично она первая которую привели к нему потому что он посвящался на этот сан великого а вы длины шоу опустейшего ему нужно было энергия да да хорошо пусть отдают корму этому иннокентию этой системе христианства да я вижу оля снимает из пальцев черное кольцо и к ней возвращается кольцо сияющей энергии которая вот так вот я ее вижу она вот так как как будто бы здесь первых я и вторая чакры вот там кольцо творческого божественного духа это то что образует еще один тор потому что это общий тор у человека есть энергия работает по принципу тора но вот эти все чакры энергетические центры они тоже имеют свои торы а творчес творец вот в эфирном плане вот очень вот эти пышные платья которые носили вот такие и с железными корсетами это уже в 18 век наверное да но я вижу что это чтобы заставить спрятать свою сущность божественную творческую вот эти корсеты как это как вот это над планетой эти конструкции в эфире я вижу Валя снова как кольца снимает с рук освобождает свои руки и они вот так все крутятся у нее и сияют а там такие искры идут и я вижу как эти руки чужеродные вот эти связанные вот это символизировало подчинение эти программы подчинения согласия с насильником или стокгольмский синдром это все искрится вот так разрушается уходит и вот я вижу ее живые руки которые вот плечи вижу ее плечи она в эфирном плане такая пышечка вот вижу ее и она худеет да худеет то есть вот эти круглые такие полные плечи превращаются в такие как девичьи худенькие и она снимает маску снимает маску вот этой горгоны как эту это была там маска такая на которую ей одевали такая маска с какими-то украшениями и перьями такими и она ее снимает что вот это филис как горгона вот голова это косматая и Оля снимает буквально отдирает от себя от лица и от будущего то есть она полностью освобождается от претензий антимира и начинает формировать ее будущее по собственному плану ее реальность я вижу как у нее из руки выпадает черная магическая палочка что символизирует играть в такт с Люцифером и то есть играть в его игры подстраиваться и вижу как с нее выходит тот дух слышу иноземца так вышло я передаю Оле чтобы она вернула ее божественный дух ее душ все частицы ее сознания со всех тех мест где она их теряла вернула все частицы ее души божественного духа идентичность ее генетическую и восстановила ее личностные границы ее суверенность гармонию и она говорит я отреклась от себя и вижу как она снимает из себя такой как корсет как будто металлический она снимает из себя и выбрасывает она говорит они предали меня блуду и это вот убирает вероятно что они таким образом из этих девственниц потом делали проституток потому что я вижу что эти девицы они на балу в этих масках в игру играют такое это иннокентий пишет но в пятнадцатом веке это вот эти был бал и тоже были в пятнадцатом веке или это уже другое какое-то но люди же забавлялись и тогда ну а как же я вижу что это вот тогда было ну балы это в каком понятии какие-то вот вечеринки ясно хорошо и очищаем пространство поднимаемся вверх да посмотрю давай по этим аспектам пробежимся так вот эта ситуация когда фатима подарила мыло посмотрим что произошло когда она приняла это было я вижу что эти программы через эту фатиму играют так показывает как будто бы шкатулочку вот так открывает знаешь как невестам кольцо женихи иногда дарят только раз коробочку открыл сюрприз вот она так открывает и ждет а там в этой коробочке язык слышу слымак то есть улитка то есть липкая что скажет вот ну это вот действие этой программы шарап то есть что она скажет защитит себя а что скажет оля давай послушаем я вижу она вот так как будто бы стесняется вот эта программа срабатывает стесняется отстоять свою роль я вижу оля достает вот как будто бы сзади откуда-то это мыло в мылице уже и отдает и это мыло по полетела в сектор магии хорошо так пусть отдают карму воздействия смешно она говорит ты слышишь я отказываюсь принимать ненужные подарки и ногой так пух закрыла и в этот момент я вижу она поднялась и села на свой собственный трон считывается благочестие вот сейчас точно вернулась ее девственная чистота хорошо посмотрим там какой-то колдун танер если воздействие от него он есть он находится вот пинтер вот этот его черный то есть приказывать ему забирать ее воздействие во всех воплощениях на всех уровнях карма пошла как как будто бы эта девушка таким огромным кулаком черным и она говорит я не твоя забава все это я передаю чтобы отправляла в портал на утилизацию все эти энергии забрала все и снова почистим пространство от тех ситуациях себя что-то не мешали посмотрим ситуация когда филис по телефону разговаривала с волей эти странные путешествия чувство острую энергии в левое ухо как изменилась эта ситуация филис и нет и я вижу как эта миска черная которую ставила под ноги филис пах просто в лицо этой филис понятно это как вот этот обливал ее водой ключевая деталь это миска да ну то что она там и поставила это все ушло оля находится на высоте и я вижу как оля отматывает эти провода ну как будто телефон такой с шнуром и отдает этот телефон отказывается летать с ней на небо хорошо 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 виктория отсоединись этой ситуации я вижу как портал этот закрывается прямо из головы вот так с левой стороны выходит это черная энергия и возвращается к ольпе я вижу вот это сюда там где этот вихрь был я передаю чтобы воля вернулась свое зрение духовное физическое здоровье красоту физического тела гармонию и эфирного тела а какой-то тигр лакает что-то оранжевый тигр с полосками выходит из сектора интерферент что это за программа что это такая за энергии виктория какой-то колдун но в секторе интерферентов находится ра раскручивает этого тигра за хвост я слышу что забрасывает удочки приказывает ему колдуну отвечать кто он такой он говорит я филис так что это обозначает забрасывать удочки приказы ему или и отвечать что она делать в пространстве ну я вижу что это ну как удочки забрасывает крючок ищут зацепку а зацепка находится в секторе интерферентов потому что туда ушло соглашение на подчинение вот я передаю информацию оля видит ли она что происходит ее пространстве и она вот так сделала но рука такая черная кисть вот так молчать и оля это все видите говорит осознает и эту руку как крышку берет разворачивает отдает этой филис и говорит и шарап сама поднимается вверх и отрывает подключку от будущего своего и начинает в этом будущем делать такие какие-то ну видно что творить то есть создавать творить сотворять свою реальность по своему плану хорошо так ольга пишет что в одно время с ней в комнате работала карин специалист по гипнозу думаю что как-то она вредила давай посмотрим это карин сделали ольги карин находится в секторе магии и она вот так вот как будто бы так делает то есть я слышу навязывает мнение вид нос это навязывать мне и хорошо пусть карин приказывает забирать этой карин все ее воздействие отказывается принимать чужеродные программы и информация я вижу что оля как будто бы ковер из-под ног вот так развернула и отдала этой карин слышу доверие доверять можно только себе своему голосу внутреннему хорошо отсоединяйте виктори от этой ситуации так вот этот колдун сергей возможно когда делал массаж ольги что же там воздействовал на нее ну вот я вижу такие энергии вот так прилипистые такие как этот как улитка говорит я ее нашел говорит она моя падчерица что значит падчерица что значит падчерица сейчас посмотрим он говорит что это он ее привел и накиньте это да вот интересно да эти реинкарнации реинкарнации все это связано я на это слышу девушку крестьянку и вижу как такую молоденькую еще вообще ребенок буквально привел показывает ее доблести личико поднимает волосы красивые какой-то чепчик у нее на голове шапочка он снимает показывает длинные волнистые волосы фигуру показывает какая она красивая так пусть ольга зайдет в своем сознании изменит ее это поддаваться все хочешь сделать с этим сергеем все что она хочет в секторе магии я вижу она вот так сделала прижмурилась как будто бы знаешь хочешь выдавить что-то она так прижмурилась я вижу как такие черные шарики как глаза считывается 7 7 дьявола вот так пух к нему вернулись а ее истинный я слышу класс возвращается к ней ну я слышу мировоззрение но это не просто как ну третий класс это ну это очень примитивно так описывать потому что это способность мыслить размышлять видеть связь между причиной и следствием я слышу исторический так так мат власти над собой я передаю чтобы она разрушила этот так мат и и вернула свою способность выстраивать свою реальность по собственной воле и сейчас я вижу как зарождается а вот этот тигр это она творец ну я вижу как тогда эта ситуация как в эфирном пространстве зарождается вот эта программа этот дух этого полосатого тигра охотника который выслеживает жертву что символизирует как удочка да зацепить это тогда вот зарождался буквально вижу как на глазах этот зародыш этого животного который вырастает который вырастает становится большим с такими черными полосками считывается хищник получается что сам человек подчиняясь злу выращивает своих то есть эту реальность а эти все программы это как духи ну в народе говорят там черти да и они сотворяются нашими же искаженными решениями нашими эмоциями искаженными хорошо ладно виктория пусть олега все это чепуху и все эти энергии программы духи выталкивает пространство очищает она сквозь этого детеныша вынула эту черную занозу этот дух этому сергею отдает а он как закричит как держится за свой этот пипиську потому что это черная энергия его как долбанет как заорет я передаю о лишь чтобы она отсоединяла полностью от себя всех чужеродных этих предателей пусть приказывает им всем убираться и возвращает ее божественную силу энергию я вижу как она забирает вот эти энергии которые считывались как согласие назвал как дверцы только чих-чих-чих в ее пространстве по закрывались и вот это все негативное уходит и я вижу она вот с руками вот так стоит а у нее вот здесь между рук образовалась такое сияющее кольцо такие как звезды сияют вот эти низ которые были только тогда они ушли а сейчас это возвращается все это кольцо я слышу героизма отстоять себя это вот истинная героизм истинный героизм и я вижу как я подумала что она делает она вот так смыкается именно закрывает поле энергетической я слышу что способствует умерщвлению хаоса антимира тьмой это одной тушь ясно хорошо виктория пусть ольга очистит ее генетическую память всего чужеродного отсоединись от этой ситуации ольга пишет что она ходила какой-то колдунь и походу гудрин веку дрон которая че-то магичила вызывала дух какого-то деда насильника если эта ситуация в пристранстве вижу как оля такая огромная сияющие говорить ей я не твоя заноза она меняет я вижу как такая дорожка как дорога буквально и от оли уходит то есть она отменила это решение общаться с ней хорошо отсоединились от этой ситуации до роли пишет что она посещала несколько семинаров на тему эссенции баха руководитель дитмар крамер на читала его книги и он делал какие-то чистки эфирные мы посмотрим что этот крамер ну на нее это воздействовало так как будто бы она в такую как матрица баха выглядит как она уменьшается и залазит в такую такой рассчитывается ракурс ну выглядит как такие как шар как будто бы внутри сверху металлические такие штуки что это за конструкция матрица этого мировоззрения оля как будто бы заходит внутрь и она так уменьшается уменьшается и уходит сектор магии хорошо то есть ежегодно отправляет на полную аннигиляцию хорошо оценивайся виктори от этой ситуации так посмотрим вот этот случай когда она покупала этот пестик с этой с чашкой что произошло пространстве это йоханнесбург что это напоминание той ситуации с этим маком который не это молочко маковые какое-то так что хочет только сделать с этим ступка и пестиком что на физике как поставить на хранение зачем это этого не слышу избыточный потенциал то есть эта ситуация послужила ну как в том воплощении как ключевая зацепка до ключевой момент и сейчас подсознание привело она именно эту ступку купила и потом на нее смотрела или думала о ней таким образом помогала подсознанию вывести с ее дороги истинные то есть найти эту тропинку в подсознании чтобы найти этот контракт в общем сейчас вот этих предметов никаких воздействий не будет на физике ну а от этого предмета именно воздействие не было нет я и передаю чтобы оля очистила весь все ее пространство все ее предметы окружающие это предмет это как помощник который помогал ей найти вот эту тропинку в парке хорошо хорошо виктория соединить от этой ситуации там же случае такой же она покупала хлопок нитки из которого сделали кафтан с этим нитками произошло когда на что произошло когда она покупала хлопок ну я вижу так разноцветный и кто-то из секторе магии как будто бы примеряет и нахваливает и примеряет именно вот эту веревочку на талию это веревочка это такая же как были на этих туниках этих так называемых священнослужителей понятно что в эфирном пространстве ольги произошло в этот момент ну я слышу напоминание все внимание было направлено ну по-моему там нет этой веревочки но эта веревочка она с этих туник они как будто бы в черной одежде а это как будто бы из мешковины или какая-то ткань такая веревочка буквально цвета вечного и эти чернцы или как они хорошо виктория отсоединяйся от этой ситуации поднимаемся вместе максимально вверх посмотри ольги есть какая-то программа которая приводит к обжорству остались ли что-то какие-то причины программа это какое-то убеждения еще что-то причину найти да причина причина обжорства на осталось ли она пространстве ольги не знаю значит ушло или танка да ты видела когда ее толстенькие ручки это превращались таки значит и шло хорошо виктория очищаем пространство посмотри сейчас как ольга выглядит энергосфера большая сияющая она от этого всего освободилась здорово хорошо виктория спросить ольги все ли мы сделать для нее на этом сеансе да хорошо благодарим ольгу молодец прощаемся с эфирным телом хорошо виктория отсоединяйся от всех и всего поднимайся выше максимально проверяй твое личное пространство закрывая портала наполняемся энергии любви гармонии жизни цвета хорошо я посчитаю от 1 до 3 ты выйдешь физическую реальность действий бы разговаривать и больше себя чувствует великолепно один два три возвращайся